Добрый день, уважаемые товарищи! 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 Особо благодаря тех, наших товарищей, которые этим подадились. Надеюсь, что вы будете работать в таком же ключе и дальше. Присекать действия не только тех, кто приготовился нанести удар, но и тех, кто занимается вербовкой наших граждан предотеррористических организаций, тех, кто занимается распространением экстремистской идеологии и так далее. Следует усилить контроль над потоками беженцев, следующих как в Россию, так и транзитом в страны Европы. И в этой связи, наверное, не лишним будет добавить и вспомнить, что так называемый кризис с беженцами возник задолго до того, как Россия начала антитеррористической операции в Сирии. И причиной этого кризиса с беженцами является дестабилизация от целых регионов мира, прежде всего, на влечной Москве. Ну и сейчас мы видим прекрасно, что происходит с некоторыми дешностями, скажем, в Македонии. Это вообще бежится из Афганистана, причем здесь в России, вообще никак не связано с нашими действиями. Наши действия направлены только на одно, на то, чтобы стабилизировать ситуацию в этих странах, создать условия для возвращения граждан и государств к своим отношениям. Для более результативной работы и борьбы с терроризмом важно развивать взаимодействие, конечно, с зарубежными партнерами. Прежде всего, по линии ООН, Шанхайского регионовского сообщества, ОДКБ. Причем, как уже имеющиеся контакты нужно использовать, так и новые формы сотрудничества. Тем более, что заинтересованность зарубежных силовых структур, безусловно, растет на этой стороне прошивания. Особые задачи стоят перед органами контрразведки. Вы помните, на прошлой коллегии мы отмечали, что иностранные спецслужбы наращивают свою активность в России, и прошедший год убедительно подтвердил эти наши выводы. За это время пресечена деятельность более 400 кадровых сотрудников и агентов зарубежных разведок. Из них к уголовной ответственности привлечены 20 лет. Необходимо поставить надежные заслоны пути к сведениям о закрытии деятельности и кадрах органов власти, военных объектов, предприятий оборудопромышленного комплекса ЭКО, ведущих на общих центрах России. Перекрыть доступ к конфиденциальной информации по каналам связи. Уважаемые коллеги, на осень намечены очередные выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Все конструктивные политические силы, партии заинтересованы в том, чтобы эти выборы прошли в полном соответствии с законом, в духе честной и открытой конкуренции. А их результаты были объективными, отражая реальные мнения и настроения граждан нашей страны. При этом задача ФСБ и других ведомств сделать все, чтобы пресечь деятельность тех, кто пытается или может попытаться использовать националистические, ксенофобские, радикальные лозунги, направленные на раскул нашего общества. И, конечно, нужно пресекать любые внешние попытки вмешательства от выборов в нашу внутриполитическую жизнь. А вы знаете, что подобные технологии существуют и уже не раз использовались в целом ряде стран. Повторим. Это прямая угроза нашему суверенитету, и мы будем на нее так бесклющим образом реагировать. Я не считаю ваши документы, которые регулярно готовятся вообщем и в виде конкретных указаний на то, что, к сожалению, к этим выборам готовятся и наши нервы за бугром, как мы знаем. Поэтому все должны знать, что мы будем работать по защите наших ингрессов настойчиво в соответствии с нашими законами. Далее. Важным направлением остается обеспечение экономической безопасности страны. В прошлом году в рамках борьбы срок преступности посещена деятельность 98-го первого. По материалам органов безопасности за совершение преступлений экономической направленности привлечены уголовные ответственности и осуждены 2200 человек. Я прошу активизировать эту работу, сосредоточить усилия на борьбе с коррупцией, хищением и нецеленно использованием бюджетных средств, прежде всего выделяемых на госпрограмму вооружений и гособанных заказов. Конечно, все важно. Важно пресекать любые попытки хищения государственных средств. Мы с вами прекрасно понимаем также и то, что те немалые, а для нас, можно сказать, огромные ресурсы, которые страны выделяют на обеспечение своей вороноспособности, и не только на сегодняшний день, но и на перспективу, вот эти средства должны быть самым наличным образом защищены от жилья. В сфере вашего постоянного внимания должны находиться и вопросы, связанные с обеспечением информационной безопасности, с нейтрализацией новых угроз, которые появляются в этой сфере. В сфере, в прошедший год зафиксировано более 24 миллионов гибератак на официальные сайты и информационные системы органов власти России. Пресечено функционирование более 1 из 60 тысяч интернет-ресурсов, деятельность которых наносила ущерб безопасности нашей страны, в том числе террористической и экстремистической иностранности. Очевидно, что необходимо повышать уровень защищенности информационно-коммуникационных ресурсов, прежде всего тех, которые используются для нужд обороны и безопасности государства, обеспечения правопорядка, устойчивой работы экономической и финансовой системы. Уважаемые товарищи, государство, конечно, и в треть будет делать все возможное для укрепления социального статуса сотрудников в органах безопасности. Так, в 2015 году введены в эксплуатацию 98 ведомственных домов почти на 7300 квартир. Неуклонно увеличивается общий объем фонда служебного жилья. И, конечно, особым вниманием и заботы должны быть окружены семьи военнослужащих, которых мы потеряли при исполнении служебного дома. В заключение я хотел бы еще раз поблагодарить руководство и сотрудник ФСБ за проделанную работу. Уверен, что все задачи в сфере защиты национальных интересов России будут и вперед решаться на самом условном профессиональном уровне. Уверен. 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 Уверен.